Здарова всем, ребята, Кентук на проводе, и это просто мега экстренное включение, потому что только что вышло обновление в Стендов 2, я просто этому не верю. Прямо сейчас прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, потому что, ребята, я уже обновляю Стендов. Просто посмотрите, что же изменили. Первое, это пауза в рейтинговых матчах, я не знаю, что такое, но там будет пауза. Второе, это нейтральные наблюдатели теперь видят экономику команд, то есть мы теперь сможем видеть, сколько у какого игрока денег. Дальше, третье, мы видим улучшение освещения и детализация карты Сакура. И также очень много всего исправлено, поэтому, ребята, присаживайтесь с удобней, обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь. Ну что же, а теперь давайте посмотрим, что же непосредственно изменили в самом Стендове. Так, ребята, для начала нам необходимо зайти в настройки, я хочу посмотреть какая-то версия. Это версия 0.16.4, поэтому, ребята, можете нас поздравлять, мы ее дождались. Так, ну что же, теперь давайте посмотрим карту Сакура, потому что на ней очень много всего поменяли. Ну а пока, ребятки, идет загрузка, хотел бы сказать, что это вообще впервые за историю Стендов, и то, что обновление выходит в субботу. Обычно обновление никогда не выходит в субботу, не все время выходит в будние дни. Так, ну что же, вот и прогрузился, давайте проверять, давайте смотреть, что же поменяли, поменяли освещение. Я уже вижу, тут темно, тут темно, как в погребе. Да, ну нахрен. Так, ребят, теперь мы выходим на улицу, и я вижу то, что появилась более детальная тень. Посмотрите на детали, как же стало более детализировано, более красиво. Дерево, дерево, дерево. Я вижу то, что его изменили, и оно стало какое-то более настоящее. Также, обратите внимание на мои руки, они какие-то темные. Что стало с руками? Так, а вот теперь самое интересное, потому что я не помню этих граффити, ну хоть убейте меня. Ну, кажись, добавили новые граффити на карте Сакура. Так, ребята, этот проход. Блин, этот проход я тоже не помню, слушайте. Вот мне просто интересно. Или я вообще сошел с ума, и у меня что-то уже не так с кукушкой. Или реально еще изменили карту Сакура. Так, смотрим дальше, что же еще интересненькое есть тут. Так, эту картиночку мы помним, но она стала как-то в более хорошем расширении. Это очень круто. Так, тут респа, тут, в принципе, ничего не поменяли. Зато тут добавили какой-то Хиношера Хотел. А вот этот Хиношера Хотел, это же с режима Шторм в натуре, посмотрите. Так, также, я смотрю, изменили окна. Обалдеть. Разработчики, вы вообще в адеквате или нет? Вы что так много все это поменяли? И даже кенту не сказали ничего. При проходе на плент А добавили лист Укра, раньше не было. Оно довольно-таки красиво и хорошо, и гармонично сюда вписывается. А теперь давайте проверим сам плент. Ну, я скажу только одно. Я не вижу различий, не знаю, как вы. Так, давайте пройдем на лонг. А вдруг мы что-то интересненькое увидим на лонгу. На лонге тоже... А, Сакура, Сакура, стоп. Это Сакура раньше была или нет? Почтенный, кто помнит, напишите в комментарии, потому что у кента уже немножко съезжает кукушка. Красная полоса, ее тоже раньше не было, ее добавили. Разработчики большие молодцы. Так, в принципе, смотрим теперь Респуте. Тут все как было так и осталось, в принципе, без изменений. Так, а давайте мы залезем сюда. А вдруг мы что-то интересное увидим? Так, 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 так. Да вроде бы, вроде бы все как было так и осталось. Давайте смотреть дальше, что же исправили, добавили и изменили. Ну, а прямо сейчас хочу посмотреть, как же изменили режим наблюдателя, потому что нам разработчики пообещали то, что они капецкую работу проделали. Я хочу посмотреть, правда ли то, что за режим наблюдателя изменили полет камеры. И я скажу, охренеть, как сильно изменили, потому что просто посмотрите, насколько же все это великолепно, как это все гармонично и красиво сочетается. Очень круто. Так, теперь нужна позиция номер два, потому что говорят, что немножко поменяли позиции камер. Да, кстати, изменили. И, честно говоря, изменили в лучшую сторону. Так, а теперь я хочу посмотреть, правда ли то, что если я нажму на тап, то я буду видеть, сколько у кого денег. Я нажимаю на тап, и я вижу то, что у парня с клана Стэндл 2 6900 на счету. Это очень круто. И если я был бы киберспортивным комментатором, то меня бы эта новость очень сильно порадовала. Ну, а так, мне все равно. Но, тем не менее, тоже крутая фишка. И большое спасибо, что вы ее добавили. Лучше поздно, чем никогда. Ну, а прямо сейчас мы, ребятки, посмотрим самую интересную фичу этого обновления. Это пауза в рейтинговых матчах. Вы спросите, что это такое. Я вам скажу только одно, хрен его знает. Но если вы сейчас откроете пылмаркет, то видите, что первая строчка это пауза в рейтинговых матчах. Ну что же, прямо сейчас я попробую вначале в закрытом лобби запустить рейтинговый матч. И мы посмотрим, смогу ли я поставить на паузу. Давайте проверяем. Оп, 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 соревновательный и поехали. И, ребятки, как мы видим, я зашел в рейтинговый матч в закрытом лобби. Проверяем, есть ли тут пауза. Как мы видим, я могу людей кикать. Чего? Подождите. В закрытом лобби можно кикать людей. Посмотрите, выгнать игрока из матча и взять паузу. Взять паузу. А что это? А шо это? А давайте нажмем. Ага, я понял, я нажимать не могу. Давайте мы сейчас наберем команду и попробуем нажать кнопку, взять паузу. Что же из этого выйдет? Потому что мне очень интересно. Ну что же, ребятки, вот у нас начался матч. Я уже узнал шуткая пауза. Но специально для вас я себя сейчас подвигаю. Открываю раздел голосования и нажимаю кнопочку взять паузу. Вы уверены, что хотите взять паузу? Я нажимаю да. И знаете, что произойдет? Да, ребятки, у нас прямо сейчас будет пауза. Все, ребята, посмотрите. Мне дается одна минута времени на техническую паузу. Что же это означает? Что если вся команда проголосует за паузу, да, это как голосование за кик, только это будет голосование за паузу, значит, мы все будем стоять АФК ровно одну минуту. Поэтому, ребята, если теперь ваша мама вас позвала, позвала вас покушать, позвала, не знаю, получить уроки, вы говорите, сейчас, одну минуту, ставите на паузу, в это время решайте проблемы с мамой за одну минуту, ну да, там, в сулокях, как обычно, и после этого дальше играйте с индук, как по мне полезная штука, только мне еще так подсказывают, что всякие нубы, которые будут проигрывать, теперь будут всегда нажимать на паузу, чтобы просто тянуть время. К целом на этом все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи и всем пока.